Весеннее половодие в Подмосковье в этом году может стать рекордным. Уровень оки стремительно растет. За последние сутки река поднялась еще на полметра. Как объясняют синоптики, такая ситуация сложилась из-за активного таяния снега, которого этой зимой было много. Еще серьезнее обстановка станет, когда в регионе окончательно установится плюсовая температура. Городские службы столицы тоже готовятся к паводку. Как собираются бороться с большой водой и что сейчас происходит в области? За всем следит Игоря Геенко. Участок дороги в Новой Москве. Воды, посередину колеса. Двигаться, чтобы не получить гидроудар, водителям приходится очень медленно. Не повезло тем, кто торопился. Теперь им спешить некуда. Пушкино, Щелково, Мытища, Лосино-Петровский, Люберцы и Домодедово. Последствия первых весенних подтоплений сегодня устраняли в шести городских округах Подмосковья. На ликвидацию некоторых из них у дорожников ушло полдня. Коммунальные службы в усиленном режиме ведут прочистку стоков и ливнёвок. Куда более серьёзные первые весенние разливы рек начались на юге региона. В ближайшее время здесь ожидают подъём воды ещё на пару метров. Сейчас вода поднялась от летней ужины почти 4 метра. Насчёт прогнозов давать сейчас сложно, но судя по погодным условиям, вода ещё прибудет. Дорожники ждут, пока акватория очистится от льда, чтобы перевозить людей с судном. Сейчас, в момент ледохода, переправой пользоваться нельзя. В Коломенском городском округе из-за ледохода пришлось даже убрать наплавной мост, чтобы лёд не раздавил конструкцию и её отвели к берегу, освободив место для прохода больших льдин. Ещё хуже ситуация в соседнем Белоомуте. Пока по дороге можно проехать, но в ближайшие сутки уровень воды поднимется. О толщине льда можно судить по следам на деревьях. Местные говорят, что такая история повторяется здесь каждый год. В разлив у нас в соседней деревне находятся Слёмские борки. Приходит вода, когда вот прибывает, остаются отрезанные от других. У них выезда, ничего нет. В разлив они перегоняют, у них там КАМАЗ, МЧС, палатку открывают. Ну, МЧСники, где живут. Повышение уровня рек ждут и в Москве. На двух набережных в центре столицы сегодня установили противопаводковые барьеры. Они должны сдержать напор стихии, защитив причалы и подземные пешеходные переходы от подтопления. К приходу большой воды усиленно готовятся на подмосковных водохранилищах. Специалисты изучают толщину снега, льда и берут пробы воды. К примеру, из Истринского получают питьевую воду жители столицы. Только здесь в ближайшее время планируют принять около 100 миллионов кубометров воды. Толстый лёд, да, зависит ещё от расположения. В заливах вообще лёд там по полметра. Ну, то есть скрываться ещё будет где-то около месяца. Ну, приблизительно так. Спасатели напоминают, пока лёд ещё держит, но в ближайшее время находиться на нём будет опасно. Рыбакам рекомендуют проверять его толщину как можно чаще. Включите, будьте внимательны, начинает хрупко становиться потихоньку, подтаивает. Из-за аномально снежной зимы весенний паводок, по прогнозам, в этом году продлится дольше, чем обычно. Поэтому жителям столичного региона стоит запастись терпением и готовиться к большой воде. Игорь Агеенко, Евгений Орешников, Дмитрий Сорокин и Марианов Ипонян. Вести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!